В столице 16 часов и смотрите новости. С вами Динара Саду. Добрый день. Казахстанским студентам повысят стипендии на 25%. О таком решении объявил президент Казахстана Касымжумар Тукаев на церемонии, посвященной подведению итогов Года молодежи в этом году. Повышение произойдет с 1 января 2020 года как для учащихся вузов, так и колледжей и коснется в общем 220 тысяч человек. В Казахстане стипендии не пенялись с 2016 года, но, как подчеркнул глава государства, на то были объективные причины. Для поддержки студентов мною принято решение с 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам... С 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, и в целом это коснется около 130 тысяч человек. По моему поручению правительство с января 2020 года увеличит на 25% стипендии студентов колледжей, получающих среднее специальное образование. Это еще 100 тысяч человек. Уверен, эти меры станут хорошей поддержкой для наших студентов. В своем выступлении президент также затронула тему качества образования в стране. Правительству дано поручение принять строгие меры в отношении вузов, как государственных, так и частных, которые, по словам Касымжу Мартутукаева, превратились в конторы по печатанию и выдаче дипломов. По словам главы государства, 60% окончивших высшие учебные заведения не могут найти работу по специальности. В стране растет число молодежи, которая, как отметит президент, не учится и не работает, и не хочет делать ни того, ни другого. Опираясь на данные социологов, Касымжу Мартутукаев констатировала, трое из четырех молодых людей в Казахстане ничего не знают о мерах поддержки молодежи, созданных в стране. О молодежных ресурсных центрах знают меньше четверти молодых людей, а обращались к ним всего 5%. Недостаток креативного подхода у действующих объединений способствует попаданию некоторых молодых казахстанцев под влияние безответственных, а иногда деструктивных движений. В нашей стране свобода совести гарантирована Конституцией. Но следует помнить, что Казахстан, согласно основному закону, является светским государством. Глубокая вера во всемогущество Всевышнего должна способствовать духовному самосовершенствованию наших граждан, и особенно молодых людей. Они выставляются на показ. Шахматы-турнир впервые прошел в стенах Мужелиса в преддверии Дня Независимости. Сеанс одновременной игры с народными избранниками провела четырехкратная чемпионка мира Динара Садуакасова. Открывая турнир, спикер палаты Нурлан Нигматуллин подчеркнул, что это новшество теперь станет постоянной традицией. Среди участников 21 парламентарий из четырех стран Казахстана, Кыргызстана, Армении и Молдовы. От казахстанских мажористменов в игре участвовали Куаныш Султанов, Азат Перуашев, Владислав Косарев, а также Абайт Азбулатов. Молдову представил международный гроссмейстер, а ныне депутат парламента Виктор Балаган. Вице-спикер Сената Оскар Шакиров и ряд казахстанских сенаторов встретились с президентом Татарстана Рустамом Минихановым. На встрече в Казанском Кремле также участвовали представители государственной власти России. Стороны отметили взаимное... ...на межпарламентском уровне. В политике обсудили вопросы возобновления прямых авиарейсов из Нурстултана в Казань, а также расширение сотрудничества в области науки и образования. К слову, в вузах Татарстана сегодня обучается больше тысячи казахстанских студентов. Гарантированный социальный пакет для детей дошкольного возраста включат витаминные продукты. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Ерлан Аукенов. По его словам, ранее было принято отказаться от прямых денежных выплат на эти цели. Аргументировано это средствами, которые нуждающиеся семьи получают в рамках адресной социальной помощи, а также нежеланием или же отсутствием возможности некоторых родителей покупать витаминные комплексы высокого качества для своих детей. Также в ведомстве отметили, что вместе с Минздравом они даже проработали способы доставки товаров в различные населенные пункты страны с учетом климатических особенностей. К примеру, в южных регионах температура летом до 50 доходит, а северная наоборот зимой минус 40. В этой связи по рекомендации Минздрава мы отрабатывали и весь гарантированный соцпакет внутри мы дважды пересматривали. Более 60 вузов Казахстана обучают потенциальных безработных, считают эксперты. Результаты проведенных исследований озвучили представители Палаты предпринимателей Атамикен. По данным аналитиков, на трудоустройство молодых специалистов уходит от двух месяцев до полугода. При этом 15 тысяч выпускников вузов так и не находят работу. Анализом охватили 90 различных специальностей. Эксперты изучили более 2000 образовательных программ, действующих в нашей стране. Рейтинг учебных заведений, которые ведут подготовку невостребованных специалистов, будут учитывать в будущем при распределении государственных грантов. Не исключено, что некоторые вузы могут лишиться лицензии. Лицензию у этого вуза, наверное, нужно пересмотреть. Должен ли он вести учебный процесс по этой конкретно взятой специальности, если у него выпускники не находят работу, если рынок труда оценивает ту или иную образовательную программу очень слабо, то все-таки, не обманывая население, я думаю, что нужно ставить вопрос о том, чтобы эти вузы свою работу не продолжали. Кроме этого, около 2 миллиардов бюджетных тенге, которые направили на подготовку специалистов сферы сельского хозяйства, потрачены неэффективно, считают аналитики. Из всех выпускников, которые обучались на гранте, только 11% работают по профессии. Мы свои материалы передали в Министерство образования, связанные, во-первых, с эффективностью работы вузов. Если у вуза процент трудоустройства менее 50, мы считаем, что не совсем целесообразно туда распределять государственный образовательный заказ. Сфера услуг – основное направление молодежных бизнес-идей. Сегодня в Караганде свои проекты защищали слушатели школы молодого предпринимателя. В регионе недельный экспресс-курс прошли 65 человек. К защите были представлены 12 лучших бизнес-идей. Большинство из них касаются предпринимательства в сфере услуг. Молодые люди хотят открыть химчистские салоны красоты, кафе и центры дополнительного образования. Также привлекательной для начинающих предпринимателей считается IT-сфера. Наиболее перспективные могут рассчитывать на гранты и выгодное кредитование. Всего в этом году на развитие бизнеса в Карагандинской области господдержку получили почти 800 молодых предпринимателей. Это пока проекты, они свои идеи показывают как проект. Дальше, вот это вот первый этап, а дальше уже с этими проектами они могут войти в «Остал бизнес». Там уже с тренером обучаются в течение месяца. И в течение месяца они уже пишут бизнес-план, полный бизнес-план со всеми расчетами, которые готовы уже к защите и к открытию бизнеса. Теперь о том, что происходит в мире. Около 8 часов непрерывной работы понадобилось лидерам «Нормандской четверки» для того, чтобы договориться об итогах первого за три года саммита по донбасскому конфликту. Переговоры получились тяжелыми, но достаточно результативными. Это признали главы и Украины, и России, а также выступавшие медиаторами лидеры Франции и Германии. Наш корреспондент внимательно следила за развитием событий и прямо сейчас расскажет, что ждет самый проблемный регион Европы в ближайшем будущем. Двор Елисейского дворца сегодня заполонен. «Нормандская четверка» собирается впервые за долгое время. И впервые с участием президента Зеленского. Главная интрига дня. Состоится ли первая личная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским? Вообще-то в формате форума она была предусмотрена, но никто до последнего момента не знал, состоится ли она на самом деле. И вот спустя два часа общих переговоров четверки объявлено, Путин и Зеленский удаляются на полчаса для проведения двусторонних переговоров. Двусторонняя встреча участников донбасского конфликта продлилась больше часа и завершилась личной беседой глав двух государств. Позже на итоговую пресс-конференцию вся четверка выходит в приподнятом настроении. Соглашение удалось достичь по ряду вопросов. Заявлено о полном и всестороннем прекращении огня в ближайшие недели. До конца этого года решено обменять пленных на условиях всех на всех. Договорились и о разведении сил в новых трех точках, а также об открытии дополнительных пунктов пропуска. Стабильность Европы и строительство новой архитектуры, доверия и безопасности связаны с урегулированием конфликта на востоке Украины в рамках Минского соглашения. Благодаря работе и мерам, которые президент Зеленский предпринял, после своего избрания были обеспечены условия, которые позволят придать новое движение и гибкость Минским соглашениям. Этот шаг мы сделали сегодня, и нам нужно очень усердно работать. Вместе с тем открытым остался вопрос статуса Донбасса и контроля границы. Предстоит большая подготовительная работа по проведению местных выборов. И эта тема, похоже, станет центральной на следующей встрече лидеров четверки. Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этому, этой норме, постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях. Сегодня я настаивал на необходимости полного восстановления контроля над государственной границей со стороны Украины. Уверен, что мы вернемся к решению этого вопроса на следующей встрече в нормандском формате через 4 месяца. Несмотря на несогласие по ключевым вопросам, эти переговоры уже можно считать успешными. Участники вернулись к диалогу, который прекратился несколько лет назад. И продолжится он уже ближайшей весной, на следующем саммите, который предположительно пройдет в Берлине. В Южной Корее внимательно следят за ситуацией в КНДР. Так прокомментировал информацию о проведении очень важных испытаний в Северной Корее официальным представителем Южнокорейского министерства по делам объединения. Напомню, в минувшие выходные северокорейское информационное агентство сообщило об очень важном испытании на ракетном полигоне «Сохэ», которое, цитирую, «окажет существенное воздействие на изменение стратегической позиции КНДР в ближайшем будущем». Конец цитаты. На встречах с лидерами США и Южной Кореи Ким Чен Ын взял на себя обязательства по закрытию этого полигона. В свою очередь, в Южнокорейском Минобороне отметили, что в тесном сотрудничестве с США они внимательно следят за перемещениями на основных объектах Северной Кореи, в том числе на полигоне «Сохэ». Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в сотрудничестве с Соединенными Штатами и соответствующими институтами. Мы предпримем необходимые меры и усилия для продвижения диалога между Северной Кореей и США, поскольку напряженность нарастает. В чешском городе Острава произошла стрельба в больнице. Шесть человек погибли. Инцидент произошел около семи утра по местному времени. По предварительным данным, неизвестный средних лет, одетый в красную кортку, начал стрелять по пациентам и персоналу. Сейчас полиция разыскивает стрелявшего. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Чехии Ян Гамачик. На производственной фабрике в Нью-Деле вновь вспыхнул пожар. Об этом сообщили местные СМИ. На место ЧП прибыли четыре пожарных расчета. Отмечу, два дня назад здание этого предприятия уже горело. В результате погибли 43 человека. Еще 16 госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами. Большинство из них работники фабрики. Известно, что здание фабрики также использовалось как помещение для хранения бутылок и других пластиковых материалов. Причины повторного возгорания выясняются. По факту происшествия полиция задержала владельца фабрики. Продолжаем выпуск. Экономика простых вещей. Новая госпрограмма под таким названием стартовала в Казахстане с марта этого года. Благодаря ей только на востоке страны уже больше 70 предприятий стали обладателями льготных кредитов. Из 15% годовых вознаграждений по займу 10% субсидируют государство. В результате открываются новые производства, а действующие увеличивают мощность. Подробности у Анны Лисенбердиной. Семья Абдраимовых из Жерминского района владельцы сразу двух крестьянских хозяйств. 8 лет назад они начали реконструировать полуразрушенные базы. С помощью аграрно-кредитной корпорации холдинга «Казагра» увеличили поголовье. Займы они получили уже трижды. В 2011 году у нас было поголовье где-то 60-66 голов, до 70. А сейчас у нас поголовье 961 голов вместе со всеми телятами. Получается прирост в 12-13 раз практически. Кредит на 38 миллионов тенге по новой программе как раз пошел на закуп 139 голов племенного крупнорогатого скота. Новый маслозавод в Искаменогорске тоже заработал благодаря финансированию аграрно-кредитной корпорации. Оборудование здесь самое современное. Производство безотходное. Стоимость проекта 700 миллионов тенге. Из них только 189 миллионов собственные средства. На сегодняшний день нам требуется помощь государства в плане такого же финансирования для установки дополнительных цехов. Цеха рафинации, дезодорации, цеха бутулирования, розлива. Поэтому сотрудничество с корпорацией будет продолжено. По программе экономика простых вещей на сегодняшний день по области профинансировано 42 проекта. На общую сумму 900 миллионов тенге. До конца года планируем профинансировать еще порядка 30 проектов на общую сумму 500 миллионов тенге. Главная задача программы нацветить рынок отечественными товарами, увеличить их ассортимент и стимулировать конкурентоспособность. К слову, 100% продукции маслозавода сегодня уходит на экспорт. Анна Лесенберзина, Дмитрий Пыхсин, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Кыргызстанские фермеры намерены увеличить поставки сельхозпродукции в Казахстан. В основном это молочная продукция, мясо, фрукты и овощи. Спрос на них у казахстанского потребителя растет. Но вместе с этим ужесточаются и требования к качеству экспортированной продукции. Для Кыргызстана Казахстан главный импортер молока и мяса. В уходящем году из соседней республики на местные рынки поставлено 20 тысяч тонн молочной продукции. Это больше, чем 90% экспорта от всего объема товаров этой категории. На 587 тысяч долларов было реализовано мясо и мясной продукции. Претензий с казахстанской стороны к качеству продуктов в уходящем году не поступало. Но это не значит, что этим нужно злоупотреблять, говорят в Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана. С казахстанской стороны в данное время никаких таких фактов пока не зафиксировано. Но они тоже в начале года направляли нам информацию о том, что наши предприниматели без сопроводительных документов выезжают со своей продукцией в территорию соседней республики. То есть они тоже работают. В Казахстане в 2020 году вступает в действие технический регламент ЕАЭС, ужесточающий требования к качеству молока. В Кыргызстане такие условия были введены два года назад, и поэтому местным производителям немного легче. Однако, учитывая большие объемы поставок молочной продукции в Казахстан, незаметно для кыргызских производителей пройти нововведение не могут. Именно поэтому в Министерстве сельского хозяйства уже ведется подготовительная работа. Всем местным производителям молочной продукции, молокоперерабатывающим предприятиям и фермерским хозяйствам, Министерствам сельского хозяйства разосланы письма о том, что в ближайшее время могут быть внесены изменения в требования по качеству молока. В конце декабря мы проведем собрание всех субъектов предпринимательства, чтобы выслушать, насколько они готовы к нововведениям. Отдельный вопрос – поставки картофеля. Учитывая опыт прошлого года, когда урожай так и не удалось распродать, в Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана предложили фермерам сократить пассивные площади этой плодовой культуры. В том числе из-за того, что Казахстан не был заинтересован в таком большом количестве картофеля. Теперь чиновники аграрного ведомства сначала ведут переговоры о цене и объемах возможных будущих поставок, и только затем о тоннах и сроках. Бакет Чермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. В 2020 году Шимкент станет культурной столицей стран-содружества независимых государств. Этот высокий статус нашему мегаполису перейдет от белорусского Бреста. Символическую эстафету культурного города в торжественной обстановке белорусы передали казахстанской стороне. К слову, шимкентцы уже тщательно готовятся к предстоящему году культуры. В планах провести порядка 30 только основных мероприятий. Это различные выставки, фестивали, концерты, звезд эстрады, творческие вечера и выступления артистов цирка. Официальное открытие запланировано на 3 апреля 2020 года. На этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok